Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. В сегодняшнем видео мы разберемся с таким дефектом печати, как ряпи. Этот дефект печати появляется на дорогих принтерах, на дешевых принтерах, на разных кинематиках, включая драгостолы, H-боты, CoreX, и никто не знает, что с ним делать. Я решил разобраться с этим вопросом и найти истину вместе с вами. Поэтому мы сегодня методично проверим каждую теорию, каждое предложение, каждое решение этой проблемы, помогает ли оно на самом деле или нет. Давайте сначала посмотрим, что такое ряпи. Вот, пожалуйста, я распечатал вот такой кораблик Бенчи. Обратите внимание, что стоял он на столе вот таким вот образом. То есть двигался стол вот так вот, по оси Y. Ось X работает у нас вот так. А вот и сама ряпи. Видите, вот такие вот отметочки и линии в окружности. Самое интересное, что по оси X никакой ряпи нет. То есть она встречается только по оси Y. В целом качество печати нормальное, но вот ряп немножко портит внешний вид. Размер кораблика Бенча 70% от его реальной величины. Скорость печати здесь 80 мм в секунду. Джерки составляет 10 мм в секунду, а ускорение 500. При таких параметрах печать должна быть великолепна. Также я распечатал вот такой вот тестовый кубик калибровочный. И на нем очень хорошо она видна. Именно по оси Y. По оси X у нас просто супер. Как попа у младенца. Все гладенько, все красиво. С противоположной стороны тоже есть ряпи. Давайте посмотрим на тестовую деталь. На ней тоже очень хорошо она видна. Интервал идет между этими полосками одинаковый. И так же происходит все по оси Y. Как внутри, так и снаружи. А вот по оси X у нас все красивенько, все гладенько. Ну что ж, а теперь давайте приступим к нашим исследованиям. Как вы помните в прошлом видео, я сломал лопатку на кулере обдува хотенда. И он меня начал немножко дребезжать. Поэтому и первым делом я решил заменить кулер, чтобы избавиться от любых дребезжаний. Но, к сожалению, на ряпи это совершенно не повлияло. Как внутри, так и снаружи рябь хорошо, отчетливо видна. По оси X у нас все красиво. На первом тесте я решил проверить теорию скоростей. Мы будем занижать и увеличивать скорость. И заодно посмотрим, сможем ли избавиться от ряби. Джерки у нас стоят 10 мм в секунду, а ускорение 500. Передом хочу отметить, что эти параметры оптимальны для Эндера. Первую деталь мы распечатали со скоростью 60 мм в секунду. И на ней очень хорошо видна рябь. Обратите внимание, как снаружи, так и внутри. Это у нас ось Y. То есть деталь у нас расположена была вот таким вот образом. А вот на оси X у нас вообще просто супер. Никакой ряби, никаких полос. Просто великолепная печать. То есть у нас проблема получается с осью Y. А с осью X у нас в принципе проблем никаких нет. Все печатает достойно. Деталь номер 2 распечатана со скоростью 80 мм в секунду. Точно такая же ситуация. Рябь очень хорошо отчетливо видна. Внутри снаружи. А вот по оси X ее практически нет. То есть проблема у нас с осью Y однозначно. Следующую деталь я распечатал со скоростью 120 мм в секунду. И та же самая проблема. Рябь у нас есть как внутри, так и снаружи по оси Y. А вот по оси X очень ровная качественная поверхность. То есть вывод какой? Изменение скорости не приведет к улучшению результата. Мы можем немножечко сгладить рябь, но при этом мы от нее не сбавимся. Поэтому будем копать дальше. В следующем тесте я решил проверить теорию джерков. Многие профессионалы на известных порталах по 3D печати рекомендуют изменить их. Мол, джерки для эндера 10 это много. Я решил поставить единицу. И посмотреть что получится. Обратите внимание, что рябь как была, так и осталась. Она отчетливо видна как внутри, так и снаружи по оси Y. Но по оси X у нас вообще все просто красота. Видите, появились какие-то диагональные линии с таким вот широким интервалом. Но они не ощутимы пальцем вовсе. Только видны на свету. А так в целом печать по оси X просто великолепная. При этом хочу обратить внимание, что для объективности исследования джерки я уменьшил до единицы не только в прошивке принтера, но и в программе Slicer Cura. Тоже поставил единицу. Но видите, ничего не помогло. Рябь как была, так и осталась. То есть это не решение проблемы. Давайте разберемся подробнее, почему джерки не имеют никакого отношения к рябе. На моем эндере сейчас стоит последняя прошивка от Marlin. Джерки работают в ней немножко по-другому. В прошивке Marlin джерк это начальное ускорение, от которого стартует основное ускорение 500 мм в секунду. То есть наша головка начинает ускорение не от 0 до 500 мм в секунду, пока не наберет штатную скорость 80 мм, а от 10 до 500. Чем выше джерк, тем быстрее начинает разгоняться наша головка. При этом хочу отметить, если на эндере поставить джерк 20 мм в секунду, то есть ускорение будет до 500 мм в секунду с 20 мм сразу, то будет смещение слоев. Вот, пожалуйста, пример смещения слоев. Обратите внимание, что геометрия у нас остается ровной. Да, здесь немножко, видите, она испортилась только из-за того, что было нависание. Это еще раз подтверждает то, что джерк это разовая величина. Обратите внимание на полоски нашей ряби. Они идут с отчетливо выраженным правильным интервалом друг от друга. Если бы у нас была проблема с джерком, то мы бы ее наблюдали именно в начале движения нашего сопла. После чего бы головка набрала бы скорость, и дальше у нас проблем не должно было быть. Сопло со скоростью 80 мм в секунду, отрезок длиной 80 мм пройдет за одну секунду. Я почтал с помощью формулы ускорения движения, что нашу скорость 80 мм в секунду сопло наберет через 0,2 секунды. Делим на 5 частей, и где-то в этой точке уже мы наберем скорость 80 мм в секунду, и сопло сразу будет двигаться с этой скоростью. Потом она дойдет до этой точки и начнет сбавлять скорость, так как дальше будет идти у нас угол. Скорость немножко замедляется. Но на нашей детали этого не происходит. Поэтому джерки никаким образом не влияют на появление ряби. В следующем тесте я решил проверить теорию ремней. Многие профессионалы считают, что более ослабленные ремни дают рябь. При печати первой детали я ослабил ремень. При этом хочу отметить, что ослабил настолько, что ремень уже практически провисал. Если бы еще чуть-чуть, то были бы пропуски шагов. Обратите внимание, как изменились полосы. Они расплылись. Как внутри, так и снаружи. При этом по оси Х у нас вообще проблем никаких. Но такая печать нам не годится однозначно. Так ослаблять ремни просто нельзя. В следующем тесте я наоборот зажал ремень настолько, насколько смог. То есть он аж бренчал, как струна. Посмотрите на рябь. Она отчетливо стала видна. Даже еще сильнее, чем раньше. Как внутри, так и снаружи. По оси Х у нас вообще проблем никаких. Печать ровненькая, правильная, красивая. Ослабление ремней помогает немножко сгладить рябь. Но не избавляет от нее. Сильная перетяжка ремней, наоборот, усиливает, ярко выражает рябь. Поэтому в дальнейших наших тестированиях ремень я натяну со средним натяжением. Следующий эксперимент. Мы установим на каретку оси Х 500 граммовый вот такой вот магнитный держатель. Итак, друзья, мы поставили наш магнитный держатель на каретку оси Х. Для того, чтобы уравнять ее по весу практически с нашим столом. Вес стола 1 килограмм. Вес каретки 220 грамм, 240. Плюс магнитный держатель в районе 500. То есть это у нас 720 грамм. Вес практически уже приближенный к столу. Если в результате печати у нас появится рябь на оси Х, значит мы будем точно понимать, что проблема в весе. То есть идет момент инерции. Из-за тяжелого стола по оси Х происходит вот такая вот рябь. Если же на оси Х рябь не появится из-за того, что мы подняли вес, это будет говорить о том, что проблема скорее всего в другом. И весовая составляющая не так сильно влияет на качество печати. Итак, давайте посмотрим на результат. Ось Y. Внутри и снаружи мы видим отчетливый рябь. Давайте посмотрим на ось Х. Обратите внимание, что качество печати по оси Х отличное. Никакой ряби не присутствует. При том, что мы вес увеличили до 750 грамм. Вес каретки по оси Х. Даже балка немножко прогнулась. Но при этом рябь не появилась. Значит проблема не в весе каретки. Итак, друзья. Как мы не пытались убрать эту рябь с детали, мы все равно ничего не смогли сделать. Она все равно проявляется на оси Y. А на оси Х у нас практически идеальная гладкая поверхность. Я решил немножко отойти от теории и пересмотреть свой эндер полностью. Каждый его узел. Что может влиять на появление вот такой вот ряби? Здесь видно, что идет какая-то вибрация волновая, которая влияет на качество печати. На оси Х ее нет. Даже под нагрузкой. То есть проблема здесь не в каретках, не в механике. Здесь проблема скорее всего в шаговом двигателе. Поэтому я решил его еще раз тщательно пересмотреть. Когда мы крутим наш шаговый двигатель, он движется рывками. Но это логично. Шаговый двигатель по такому принципу работает. По техническим характеристикам у NM18 полный оборот делается за 200 шагов. То есть на один шаг двигателя приходится угол поворота 1,8 градусов. То есть 360 разделить на 1,8, получим 200 шагов за полный оборот. Но я решил проверить это на практике. Действительно ли будет эти 200 шагов? Обратите внимание на шкиве. Я сделал пометку. И мы будем сейчас двигать по рывкам. 1,2,3,24,25. Видите, мы уже до середины дошли. 26,27,48,49,50. 50 шагов за один оборот. А не 200, как мы с вами говорили. Но самое интересное это то, что сопротивляется двигатель очень сильно. Передвижение рывками происходит с такой вот, знаете, небольшой вибрацией. Я подумал, а возможно работа самого двигателя и влияет на качество печати. Вибрация, которую создает наш шаговый двигатель, а именно вот эти вот рывки, 50 рывков за один оборот, прокрутки. Может это и есть вот эта рябь, эти волны, которые появляются на нашей детали. Я замерил диаметр нашего шкива, а именно внутренний диаметр по нашему ремню. Он составляет 12 миллиметров. Вспоминаем уроки геометрии. π умножить на d, чтобы посчитать длину окружности. π у нас 3,14 умножить на 12. Получаем 37,68. Теперь берем 50, делим на 37,68 и получаем 1,32. 1,33. Чтобы наша каретка прошла путь в 1 миллиметр, шаговый двигатель должен прокрутиться на 1,32 шага. Давайте посчитаем за 1 сантиметр. То есть умножить на 10. 13,2. То есть, грубо говоря, 13 шагов на сантиметр. Ну а теперь, ребята, самое интересное. Напротив каждой черточки я поставил точку, чтобы легче было считать, на расстоянии в 1 сантиметр. И как вы думаете, сколько здесь точек? 1,2,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,9,8,9,8,9,9,8,9,9,9,9,9,9,9,9,10. 13 черточек. Ровно 13 черточек, о которых мы с вами только что говорили. То есть это говорит о том, что все эти вибрации, вся эта рябь, весь этот звон появляется не из-за ремней, не из-за джерков, не из-за ускорений, не из-за веса даже. А в первую очередь из-за самого шагового двигателя. Но почему же тогда на оси Х у нас такая ровная красивая поверхность получается? Неужели шаговый двигатель там отличается? Дело в том, что шаговый двигатель на оси Х крутится намного легче, чем на оси У. Чтобы окончательно убедиться, что проблема именно в моторах, я решил их поменять местами. И посмотреть на эффект, который мы получим. Итак, друзья, я снял оба мотора с оси Х, с оси У. Соси Х, с оси У. Ладно, извините. Соси Х. Минутка юмора. Соси Х. Так, ладно. Все, начинай. Ладно. Соси Х. Безгранный русский язык. Ой, ладно, ребят. Ничего не имею против русского языка. Вот, ну, прозвучало прикольно. Так, значит, это у нас мотор оси У. Давайте его разберем. Возможно, что-то не так с самим мотором. Где-то, может быть, подшипники выделываются. Или же это сама уже конструкция самого мотора такая. То есть, очень мощные магниты стоят. И они дают огромное сопротивление. На эти 50 шагов на полный оборот. Обратите внимание, качество поверхности здесь отличное. Ничего нигде не подтирает. Подшипник тоже работает прекрасно. Давайте посчитаем количество магнитных полос в нашем статоре. Шесть штучек идет на одну полоску. А их у нас восемь. Шесть на восемь – сорок восемь. А вот на роторе у нас пятьдесят полосок. Это все дело, как мы сейчас ставим так. И разберем наш второй мотор. То есть, это, по сути, одинаковые два мотора. Абсолютно. Но один легче крутится, а второй тяжелее. Итак, друзья, я сделал небольшой эксперимент. Поменял роторы местами. X, Y. Оказалось, что ротор от Y работает отлично на статоре от X. А вот ротор от X вообще не хочет работать так же, как и ротор от Y на самом статоре от Y. Это говорит о том, что проблема в статоре. То есть, он просто какой-то дефективный. Поменяли местами мотор оси X на мотор оси Y. В итоге, мы можем сейчас уже посмотреть, какой результат получили. Слышите такой звук под заедание? А посмотрите, как работает теперь стол. Вы слышите, как он работает? Я, например, не слышу практически. Очень тихо. Из-за того, что стоит вот этот бесшумный мотор с оси X. Но, чтобы окончательно убедиться, что проблема именно в моторе, давайте запустим на печать нашу тестовую деталь. Давайте посмотрим поверхность по оси X. Видите, как четко видны линии. Рябь наша. Предлагаю ее замерить. 13. Ребят, на сантиметр получаются те же самые 13 шагов. То есть, то, что было у нас, в принципе, на оси Y. А по оси Y у нас просто песня. Очень гладенько все. Итак, друзья, я решил провести последний эксперимент. Заменил дефективный мотор на мотор оси Z. На оси Z у нас стоит винтовая передача, а не ременная. Поэтому дефект мотора не должен влиять на качество печати. И сейчас запустил на печать. Посмотрим, что получится. Обратите внимание, ребята, на качество детали. Никакой ряби нет. Есть небольшие полоски. Полоски идут от оси Z, на которую мы поставили дефективный мотор. И вот он нам выдает вот такую вот гадость. То есть, мотор все равно придется нам менять. Также я распечатал кораблик Бенча и калибровочный кубик. Давайте сравним до и после. Итак, это у нас до. Видите, ряби очень хорошо видна. А это после. Ряби вообще нет. Ни по каким осям. Даже нет этих диагональных линий. То есть, они присутствуют только на тонкостенных деталях. Давайте сравним кораблики Бенча. Здесь у нас присутствует рябь. Очень хорошо видна, видите, по окружности. Давайте сравним с конечным результатом. Здесь мы видим, никакой ряби нет вообще. Все ровненько. То есть, качество деталей здесь намного выше. И более гладкая поверхность. Еще раз убеждаюсь в том, что проблема именно в моторах. Итак, друзья, давайте подведем итог. Мы проделали с вами огромную работу. Сделали очень много тестов. Узнали, что такое дефект печати рябь. Как с ним бороться. И самое главное, первую причину возникновения его. А это очень важно. В процессе теста у меня посетила интересная идея. Сделать качественный обзор замечательного экструда Бонтэч. Это, конечно, не оригинал, а клон из Китая. Но он достаточно качественный. Проверенный временем. Если вам это интересно, обязательно напишите в комментариях. Также не забывайте, что под видео очень много полезных, проверенных ссылок из Китая. Где вы сможете купить качественные комплектующие для модернизации вашего принтера. Также, пользуясь случаем, хочу передать привет замечательному товарищу по 3D-печати с ником SkyAnimal. Привет, дружище. Спасибо за поддержку. И начинающему перспективному блогеру Виталику. У него свой блог на YouTube. Называется «Уголок технаря». Всем рекомендую. Он модернизирует Тева Тарантула. И сейчас планирует делать очень интересные модернизации. Поэтому, если у вас Тева Тарантула, обязательно зайдите на его канал. Ссылочка будет под видео в описании. А с вами был Макс. Не забудьте поставить лайк, друзья. Я старался. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...